Телеканал «Дождь» представляет Книги на дожде Новая книга Тимура Кибирова вышла в издательстве «Время». Имя Тимура Кибирова хорошо знакомо каждому, кто хотя бы немного соприкасался с современной поэзией. Его поэтическая речь вошла в нашу повседневность. В общем, жили мы неплохо, но закончилась эпоха, начался другой эон. 20 сонетов Саши Запоевой не менее известны, нежели знаменитый сонетный цикл Иосифа Бродского. Впрочем, если говорить об этой книге, она называется «Лада или радость. Хроника верной и счастливой любви. Лада – это кличка собаки». То это первый прозаический опыт Тимура Кибирова. Стихи, конечно, в этом тексте и есть. Более того, Кибиров не перестает быть и в прозе поэтом. Во всяком случае, замечательные поэтические образы наполняют этот текст. Ну, например, лес, березовый лес, чудесный, как 101 долматинец. Помимо всех прочих нечаянных радостей, которыми Лада наполнила Лизину жизнь, благодаря ей в первый и последний раз Лиза стала пользоваться и даже злоупотреблять успехом, впрочем, не очень долгим. Сначала малышня, а потом и стайка кичливых отраковиц, никогда доселе не обращавшая на невзрачную тихую Лизу никакого внимания, стали домогаться Лизиной дружбой и позволения поиграть с веселой собачкой, погладить ее по белой, точнее, светло-светло-палевой шорстке, угостить ее чипсами или шоколадкой, не говоря уже о том, чтобы бросить ей палку на середину пруда, и потом, когда она проплывет обратно и, отрякиваясь, забрыжет всю визжащую компанию, пытаться вырвать эту полуизгрызенную палку из пасти расшалившейся, непослушной и мокрой лады. Бедненькая Лиза даже немного заважничала. Господи, ну сколько можно повторять? Но я ведь говорила, что ей чупа-чупс категорически нельзя. Ну все, хватит. Собака устала. Лада, Лада, ко мне. В базовом пакете НТВ+. Континент ТВ в ваших айфон и айпад и на сайте tvrain.ru